привет привет не знаю чего сгибнут просто может надо не заморачиваться сам как-то придет в себя мы не заморачиваюсь не на цветами не над все растет и растет сама также когда юра тоже был аквариум то чем больше он в него лез тем больше в нем все нарушалось как сказать биофлора или что там чем забивала него то там все разрасталось и было красиво 2316 роз нужно отобрять но пока мы не удобряем но вообще да мы хотим купить в ашане там скинули россии какое-то средство но у нас тоже ашанин я думаю такой же продает потому что ашан это сеть в принципе европейская я думаю у нас тоже есть такое удобрение там типа но там литр в бутылке и 1 колпачка достаточно там в общем для удобрения там раз в неделю или месяц пока ничем не удобряем пока пересадили ее пускай она приживется привет одесса как-то мы с польши отличается жить чем ростове ну конечно отличается другой менталитет все другое о во-первых нету дворовых бездомных собак это уже плюс эти лайки ставим походу и очкариком мне идет быть то есть нет бездомных животных это несомненно радует то есть люди которые берут себе хотят котятков или там собачек то они идут в приют и берут себе обычную дворняжку там или котенка обычного то есть такое то есть по улице не шастают ни собаки ни коты и это очень конечно радует вот это вот именно потому что мне тесто простое сердце разрывалась на этих бездомных котов собак и ими их очень жалко но это вот одно из отличий да например то что вы не увидите у нас допустим такого что я считаю это тоже несомненным плюсом чего не спите обычно поздно ложитесь я всегда поздно ложусь поздно встаю но если мне нужно стать рано то все заставлю встать рано вообще сплю когда мне захочется даже если не вставать 4 или в 6 утра то я все равно буду поздно ложится пока совсем сознание не потеряю не лягу еще постельным постирала что пока она высохнет у нас 23 15 как проходит карантин а вот чем занимаетесь но у нас уже послабление давно карантина уже как 20 апреля можно ходить в леса в парке с 4 мая можно откроются торговые центры не писала как бы об этом истории до торговые центры реабилитационные центры откроются что еще в принципе большинство кроме салонов красоты все принципе откроются откроются музеи галереи потом хостелы гостиницы но плохо что сейчас конечно столько поправок для рабочих вот например 7 очень как бы положительных правок внес для иностранцев и в то же время и плохих короче всем не угодишь хорошие то что выплаты если те сократили или уволили люди график режим сократился плохое то что вот сейчас рассматривают на повестке дня сократить рабочее время на 80 процентов и сократить этот оплату труда на 80 процентов то есть ты будешь получать там вообще копейки и типа это законно зато за тобой сохраняется рабочее место зато тебя не уволят сто процентов ну типа ну все таки типа не обрадовались те кто уже уехал в украину типа блин почему раньше это не приняли я был готов работать типа и за 80 процентов но типа работать оставаться потому что многие там ну как бы хотят остаться да им не важно сколько работать денег там можно подработку искать еще что-то крутиться короче ну все поезжали потому что их погоняли а сейчас типа тебе сократят на 80 процентов зарплату но за тобой сохранят место насколько эти 80 процентов продлятся неизвестно но это еще закон этот не принят но уже многие получили вот я уже две недели сижу дома например это закон это еще не принят в общем все каждый день меняется куча нового законов и приедет ну для начала чтобы открыли границы да чтобы вот как они не откроются конечно не отдать свои родственникам бабушку которая уже как бы возрасте да и и кстати приятно но что вам сказать продукт как и говоря россии бабушки дали платный продукт разовая помощь в связи с коронавирусом в общем она позвонила по номеру который я ей дала где то я там вычитала в интернете разовая помощь в связи с карантином короче еще и принесли волонтеры они принесли килограмм муки литр подсолнечного масла пачку горошка килограмм посоли килограмм горошка килограмм сахара килограмм муки так это я сказала килограмм гречки килограмм килограмм короче брюшели крученый хлеб что-то еще шушещие привезли ну короче такое типа не портящиеся в общем много различных сахара подсолнечное масло рис всевозможные крупы рис макароны такое мяок причем она говорит Катя ты находишься в Польшу и томниса говорит из Польши какие-то там фишки всякие придумаешь юридически уже на расстоянии знаешь где еще можно урвать говорит как у тебя это типа удается так причем это сказала ммм я своей тете там еще их знакомые кто-то тоже получил помощь и бабушка получила они сидят в России в Ростове и ничего не знают а я им все рассказываю так что короче спасибо спасибо помощь пришла конечно ждали две наверное но продукты пришли бесплатно в Москве в Москве на 0.19 мы вас прощаем Анастасия мы вас не прощаем что с работой вы звонили директору не я так подумала что я не буду директор потому что это глупая затея зачем я буду звонить напоминать о себе он что не знает что есть такой сотрудник как Катя Токарева и если мне надо будут мне не позвонят если я не знала мне не позвонят зачем я не буду звонить алё вы меня звонили ничего не помнят обо мода и не скажут «нет» зачем зачем я неisterла не reach ни разу не как сказать до 8 апреля я сижу дома потом пойду на работу я даже не знаю вообще буду ли я после 8 числа работать Пока мы делали выходные, потому что мало работы, мы работаем на фомоцевтике, поставляем заказы для аптек, аптеки начинают сейчас заказы, потому что заказывают заказы на аптеке, и все такое. Я бы сказала, что у нас сильный карантин, сама полиция не знает, за что нас задержать. Да, это немножко глупо, потому что, насколько мне известно, то, ну как и у нас, как и у вас, то должны наказывать тех, кто прибыл из границы и не посещает, и не сидит 14 дней карантина. Вот тех надо наказывать. Мне нравится жить в Польше, но сейчас этим кризис не нравится, но в то же время я понимаю, что сейчас в любой стране будет такой кризис. Плата, даже государство не возмещает, но за что? Катюша, как будто делал недели, которые уже отрели, что нет и не собираюсь. Магазин, продавец, продавец, откроют. Да, торговые центры все откроют. 4 мая. Почему вы выбрали Польшу? Сколько стоит снимать жилье? Чем занимались? С кем работаете? Польша, во-первых, очень проста для переезда в плане миграции. И эта страна как бы близка к нашим странам, к нашим границам. Схож менталитет, схожи продукты. Не сроки законы, нет вот этой сильной бюрократии, как в той же Германии, в Чехии, например. То есть проще все с работы, с учебой. Я думаю, что ты выучишься в Германии и получишь диплом европейского образца, который будет котироваться по всему миру и в Америке и Канаде. Что ты выучишься в Польше, то тоже этот твой диплом будет считаться европейским образцом и будет котироваться в странах мира. Вот, поэтому мы выучили. Сколько стоит мать жилье? Ну, вам надо сразу переводить, наверное, на доллары, потому что злотых я вам не могу сказать. Ну, как правило, в среднем комнате квартира будет полторы тысячи злотых. Плюс чинж. Это... Сейчас скажу, что это. Чинж это типа, как вот мы платим за обслуживание территории, за уборку, за вынос мусора. Вот, смотри, 360 долларов будет принимать квартиру. Плюс. Вот этот чинж, что я вам сказала, да, он где-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая большая комната с диваном, то есть, какого-то цены, гостиная и спальня. Такие апартаменты можно такое... Там двукомнатную, можно даже такую изолированную комнату. Можно найти однокомнатную, судью, как бы, вот такое. Конечно, можно и дешевле всё найти, но это будет бабушечка. Не слышно. Слышно, блог. Змячься на рвутся. Катя, плохо, плохо. Плохо. Связь. Ук, мне не слышно вообще, мы же интернетом, это, да, интернет тоже хороший, да, не слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...